Приветствую вас, друзья! Я думаю, вы не раз сталкивались с ситуацией, когда нужно выбрать ревербератор, а какой совершенно непонятно. Вариантов сотни, возможных комбинаций звучания бесконечное количество, но сегодня я покажу вам идеальный способ подбора реверберации для любой ситуации сведения или любой другой обработки звука. Звучит как фантастика? Наверное, так и есть, но посмотрим. В процессе тестирования и подбора всевозможных ревербераторов я использую не музыкальные сигналы, а дирак импульсы. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Импульс в правом канале, в левом канале, сумма импульсов левого и правого каналов в фазе и сумма импульсов левого и правого канала в противофазе. Посмотрим поближе. Дирак импульсы это очень простая вещь. Вот в данном случае это практическое применение математической функции дирака или дельта функции или импульсной функции. Существует множество названий для этого явления, но по факту суть его очень простая. Мы берем одиночный сэмпл аудиофайла и создаем для него максимальную амплитуду. Все довольно просто. Эти импульсы позволят нам проверить, как ревербератор будет взаимодействовать как с аудиосигналами в отдельных каналах, так и с мид-каналом и с сайд-каналами, потому что третий и четвертый импульс как раз и будут показывать вот эти мид-сайд взаимодействия. Что еще интересно в этом плане? Эти импульсы позволят нам очень точно услышать, как звучит хвост различных ревербераторов, как звучат ранние отражения без различных примесей, которые неизбежно будут добавляться к реверберации музыкальными сигналами, вокалами, гитарами, клавишными, чем угодно. А технический импульс это все-таки самый чистый сигнал, который только можно представить. Кроме того, эти импульсы позволят нам понять, ревербератор является настоящим стерео ревером или это моноревербератор и, например, с сигналами в сайд-канале работать такие ревербераторы будут очень плохо, но мы это еще посмотрим немного позже. А пока давайте послушаем, как эти импульсы звучат. Осторожно, сейчас будет очень много щелчков. Я думаю, вы заметили, что сначала мы слышали щелчок в правом канале, потом в левом, потом по центру и потом по краям. Давайте посмотрим, как эти импульсы будут вести себя, когда мы добавим к ним реверберацию. В качестве ревербератора я буду использовать Altiver, поскольку в нем представлено максимально возможное количество всевозможных помещений и винтажных аналоговых устройств. Начнем с стандартной комнаты, с зала Teldex. Я думаю, вы услышали, что никакого сигнала не было, когда звучали импульсы в сайд-канале. Давайте попробуем другой пресет Teldex, но на этот раз из раздела стерео. Послушаем еще раз. Еще раз моно. Со стерео ревером мы слышали четыре звучания, то есть обработка импульса в правом канале, в левом канале, в мид-канале и в сайд-каналах. А с моно ревербератором мы слышали только обработку в правом канале, в левом и в мид. То, что было в сайде, полностью было отминусовано, потому что сигнал левого и правого каналов полностью совпадал и при суммировании одинаковых сигналов, которые звучат в противофазе, мы получаем на выходе тишину. Это очевидные вещи. Такие ревербераторы, конечно же, не подойдут для обработки широких стереосигналов, пространственных эффектов, каких-то всевозможных текстур. Для них нужно выбирать настоящие стереоревербераторы. Попробуем послушать другие варианты пространств, которые доступны вольтверк. Например, мой любимый AMS RMX16 с программой Non-Linear Decay 7. Этот ревербератор прекрасно подходит для обработки малого барабана. Когда малый барабан звучит по центру, а реверберация распространяется по краям, это звучит очень естественно и очень широко. И характер реверберации, который вы услышали, очевидно, подходит к малому барабану. В нем много шума, он достаточно короткий, он быстро заканчивается. В общем, то, что нам нужно. В то же время, когда мы слушали Teldex, это естественное студийное холловое помещение, которое подойдет для всевозможных инструментов. И для вокала в том числе. Давайте попробуем пружинный ревербератор BX22, например. Опять же, мы слышали, как обработался сигнал в правом, в левом канале, по центру, а сайт сигнала мы не слышали. Такой ревербератор подойдет для обработки точечных гитарных источников или точечных клавишных источников, но не супершироких органов, например. В то же время, я думаю, вы заметили, что эта реверберация постоянно звучала по центру. Хотя импульсы звучат то в левом, то в правом канале, реверберация постоянно находится по центру. Соответственно, мы понимаем, что такой ревер нужно будет дополнительно панорамировать для того, чтобы он работал в миксе так, как нам нужно. Понимаете, в чем фишка этих импульсов? Они действительно показывают все нутро любого ревербератора. Не так важен здесь характер звучания сейчас, как его функциональное назначение. Если ревербератор, какой бы он красивый не был, будет звучать только в центре, хотя он нужен нам в стерео по краям, ничего из этого не получится. Нужно подбирать тот сигнал, который действительно будет работать в стерео во всей красе. Продолжим. Попробуем, например, EMT250. Та же история. Здесь мы видим моно на входе, стерео на выходе, но по факту никакого стерео мы не получаем. Конечно же, стерео сигнал есть, но сайт сигналы, когда к ним будет добавляться такая реверберация, ничего хорошего не получит. То есть нам нужно искать программы, которые будут подписаны как стерео. Вернемся к студии INSCORING и возьмем, например, студию DAWU Studio C. Стерео IN 3,6 метра. Прекрасно! Все звучит так, как нужно. Посмотрим еще раз. Мы слышали и сигнал, обработанный в правом канале, в левом канале, в мид канале и в сайт канале. Прекрасно! Этот ревербератор мы можем использовать где угодно на любых стереоисточниках. Но какой же ревербератор лучше? DAWU или TELDEX? Давайте проверим. Для этого мы воспользуемся функцией Render in Place в Cubase. Я предварительно назначил ее на горячие клавиши. Это не видео, посвященное работе в какой-то DAWU, поэтому вы в своем секвенсоре тоже, думаю, сможете найти такую функцию. Но здесь это работает таким образом. Мы рендерим реверберацию и она появляется на отдельной дорожке. Теперь возьмем, например, TELDEX в стерео и выберем, например, 10 метров. 3,8 секунд затухания. Прекрасно! И опять же отрендерим. Попробуем еще. Какой-нибудь, например, CHELLO STUDIOS в стерео и вот этот 3,6 метра B&K. Прекрасно! Теперь в нашем распоряжении три варианта реверберации. Мы их прослушиваем очень просто. Слушаем один. Теперь второй. И теперь мы можем проанализировать их звучание. Вернемся к первому реверу. Такое звучание подойдет для коротких пространств, очень очерченных, но в то же время не слишком перкуссивных, потому что в хвосте присутствует достаточное количество отражений, создающих дрожание, что не очень хорошо будет сочетаться с атаками перкуссивных инструментов. Второй вариант. Классический концертный зал, который подойдет для самых разных вещей. И послушаем еще один. Менее огромное пространство в сравнении с предыдущим вариантом, но при этом довольно характерное для студийных больших помещений. Такая реверберация будет прекрасно работать с вокалом, со скрипками, с любыми оркестровыми инструментами, даже с клавишными. И я не побоюсь использовать такую реверберацию с эффектами. Но и по большому счету студии Teldex и Davoo я использую в большинстве своих проектов. Посмотрим на еще один ревер, который я довольно часто использую на барабанах. Это BC Sound, 9 метров wide. Эта реверберация мне нравится тем, что когда мы обрабатываем правый канал, реверберация действительно находится в правом канале. Когда обрабатываем левой, реверберация находится в левом канале. Когда центр, все по центру. Сайт, все по краям. То есть реверберация четко следует за источником сигнала. И такие пространства идеально подойдут для перкуссивных инструментов. Ну и по большому счету, поэтому я и использую BC Sound Studio в Altiverb для обработки подгруппы барабанов. В описании к этому видео я оставлю ссылку на аудиофайл с моими импульсами Dirac и вы сможете попробовать ваши ревербераторы и послушать с их использованием, чтобы понять, как они работают, как они взаимодействуют с правым, с левым каналом, как они работают в мид, в сайт и в общем на каких инструментах они могут показать себя во всей красе. Что ж, ребята, я надеюсь, что после сегодняшнего видео вы больше не запутаетесь с выбором нужного вам ревербератора. Вы теперь понимаете, на какие моменты обращать внимание и что стоит помнить, чтобы подобрать идеальный ревербератор для какой-нибудь гитары, которая звучит слева или для какого-нибудь спецэффекта, который должен работать по всему стереополю, перетекая с левого канала в правый и так далее. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом, все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на обновления Yershoff Mix в соцсетях и не забывайте следить за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся в следующих видео. Плывите к звуку! Субтитры создавал DimaTorzok